Меня? В колонию? Ребята, всем привет, с вами я, отец, одиночка, Нюкин. Кто не знал, я тут организовал собственный лагерь строгого режима для малолетних зэков. И вот у нас тут случился небольшой инцидент. Кто хочет знать, что произошло, посмотрите предыдущую серию. Ё-моё, там такая жесть. Ну я-то хотел как лучше. И вот мой лучший друг Степаныч, ну который типа полицейский, мне совсем этим помог. Помог организовать лагерь, помог найти, в общем, детей заключённых. Он мне тут заявляет, что я теперь сам отправляюсь в колонию. Степаныч! Ты чего, Степаныч? За что? Ну я же реально хотел как лучше, я старался. А они ко мне при... Так ты мне в колонию хочешь отправить, а я их отец. Я ведь тут всё организовал, да бесплатно. За новыми детьми? Да блин, Степаныч! Я чуть не посидел, господи! Ты мне затролишь или решил? Фух. Да всё, всё, отбой. То есть, типа, просто новых наберём и всё? Ё-моё, да я думал, ты меня посадить хочешь? Пху, как вздет, ну вы тоже так подумали, да? Ё-моё. Ну ладно, хорошо, поехали. Фух, походу пронесло. Степаныч, только а что с этими заговорщиками-то, нашими малолетними зэками-то делать, а? Раз они кончены обратно в колонию. Ну правильно. Фигли. Как бы мы их заставляли, что ли, нас предавать? Они сами под нас яму копали, вот сами в неё и попали. Вот, правильно, правильно. Так, а нас, получается, ты отправишь, чтобы мы новых набрали сами? А, ну ладно. Да ты что думаешь, я не справлюсь? Да господи, у меня такое было в прошлом. То есть, ты думаешь, что я себе малолеток, типа, не наберу адекватных? Я тебе ещё фору дам. Сам у меня потом будешь выпрашивать методику определения адекватных малолеток. Всё, ладно, тогда, получается, с утра, да, на автобусе мы туда поедем. Только ты позвонишь, чтобы нас там ждали, окей? Всё, ребята, завтра отправляемся в детскую колонию. Настоящую, в смысле, ну, не летнюю, как у меня, а прям настоящую. Ну что, ребята, блин, волнуюсь, капец, ведь это необычная экскурсия. Мы едем в детскую колонию, настоящую, блин, где настоящие малолетки-зэки. Ё-моё, вот уже подъехали. О, охренеть, какие-то плакаты покруче наших. Ну всё, спасибо, мы доехали. О, начальство. А что, прямо внутрь нас завезут? Вот, нифига себе. Здрасте, здрасте, здрасте. Ух ты, колючая проволока везде. Такая, получается, шлюз. А из двух дверей? Ух, надо будет взять на заметку, потому что у нас всего одна дверь, да? А так реально кто-нибудь может так залезть? А это, типа, система безопасности. Вау. Так, записываем, записываем. Здрасте. Ого, блин, а что у нас, прямо туда? Я боюсь. А, ладно, что у нас, грошек, Саша, Лиза. Так, отошли, отошли. Так, народ, мы тут это, типа, на экскурсию. Так, так, слушайте, а можно мы как-то их в отдельном помещении посмотрим, и не всех сразу? Что-то, давайте, глаза разбегаются, блин. Всё, пойдёмте, пойдёмте. Так, рука им не трогать. Так, давайте, мы за вами. Окей, сюда, так, сюда. Блин, сколько тут этих детей, как зверей, их тут держат реально, блин. Как муравьёв. Так, заходим, все зашли? Блин, за... Так, ну-ка, отстали от наших, отстали. Блин, лезут, лезут. Иди отсюда. У там у чувака нож, блин. Серьёзно? Так кто тут от кого запирается, блин? Мы будем их осматривать в раздевалке? Так, ну-ка, скажи, где ваша охрана? А, а, стоп, тут что-то дверь есть? Блин, фух. Я реально думал, что прямо ты в этой коморке заперся. Ну, ладно, тут хотя бы подышать есть чем. Решётки на окнах. Окей. Ну, насчёт охраны у меня прям вопрос серьёзный. Где охрана? Где люди с автоматами? Всех сократили? Подождите, а как вообще их охранять? Я не понял. А если сбегут? Стены хорошие, никто не вылезет? Или не вылазит? А если всё-таки вылезет, а? Чё вы будете делать? А, то есть у вас есть типа снайперы, которые сидят на стенах, и типа кто вылазит, того отстреливают. Офигеть. А как же вы воспитываете их внутри? Ну, следите, чтобы тут был порядок, чтобы никого не прессовали. Нифига себе. Вот это мерно, да. Вот это подход. Ладно, всё-таки мы сюда вас не критиковать приехали, а отобрать детей. Вы можете нам, ну, штук 10 привезти, ладно? Мы их отсмотрим и выберем. Хорошо? Так, и где, получается, нам их опрашивать? Нам надо типа что-то интервью устроить. За вами. Блин, сколько у вас тут помещений всяких, и всё в серых тонах. Вам самим не грустно тут сидеть? Опа, какой кабинет красивый. Чётко. Дети, проходим, проходим, проходим. Прямо здесь и будем интервьюировать. А, всё, вы побежали. Хорошо, давайте мы ждём. Так, давайте пока переставим, переставим, переставим. Эти стулья поставим вот с одного края. Саша, поставь здесь. А, знаете, заключённый будет сидеть, 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 сидеть вот здесь, у стены. У стены. Так, и... Да, нет, да, кресло поставьте. И ещё стулья вот здесь, вот здесь поставьте. Так, пока закрою дверь. Блин, нет, как-то не очень. И вообще, как мы будем их допрашивать, а? Потому что я вот волнуюсь, что опять-таки наберём каких-нибудь грызг, который будет в глаза нам улыбаться, обещать там всякое. А, по факту, нож в спину воткнут. Блин, мне клёво. Мне вообще не нравится эта обстановка. Давайте тут всё изменим. Вот, теперь это больше походит на комнату для допроса. Так, дети, смотрите. Сидим и очень строго на них смотрим. Смотрим прямо им в душу, понятно? Так, кресло неудобно. Ну, блин, какая разница, Петя. Главное, что функцию свою выполняют. Так, о. Здрасте, наконец-то. О, и детей привели. Нормально, нормально. Что сделал? Привел его в надлежащее состояние. Теперь он будет выполнять свою функцию. Так. Ух ты, блин. Ну, это не 10. Это сколько? Это 9. Это 9 человек. Ну, ладно. 9. 9 тоже нормально. Ну что, друзья мои. Товарищи, дети, заключённые. Вы тут живёте реально как животные, блин. А у вас, между прочим, появился шанс на лучшую жизнь. Поэтому слушай меня внимательно. Смотрите, сейчас с каждым из вас мы проведём небольшое интервью. Эээээ. Без обид, пожалуйста, но живёт тут у вас детям не очень. А вот в нашей колонии, ребята, у вас будет просто рай. Вы там почувствуете себя людьми. Вы не будете как в сыне в загоне. А у вас будет там и спортплощадка, и травка, и цвета не серые, а всякие, ну, такие яркие, сочные. И, значит, там у вас будет и самозанятость, и пляж у нас есть. Но, но, но. Условие одно. Чисто одно условие. Это искреннее желание исправиться. Ну что? Вы готовы на интервью? Хотите? Хотите? Отлично. Поэтому первое, первое, первое моё требование это построить спросовшую рингу по возрастанию ваших номеров на груди. Так, получается, около этой стены самые-самые маленькие числа. Давайте, там единичка у кого-нибудь есть. Так, ни у кого нет. Давайте по возрастанию строимся. Но это ещё проверка на интеллект, ребята. Давайте посмотрим, кто тут не отсталый. Так, шестьдесят девятый, ну, серьёзно, ты самый большой, получается. Так, шестёрочка, девяточка, семёрочка, так, десяточка, одиннадцатый. Ой, блин, вот сразу видно, что прям места себе найти не может. Ладно, более-менее справились. Конечно, десятка ты явно что-то погнал, малой. Ну ладно, бог с тобой. Так, ладно, шестёрка, всё, вперёд, заходи. Ты у нас будешь первым. Так, присаживайся, присаживайся, дверь закрываем над собой. Грошек следить, чтобы не подслушивали. Ну что, мой дорогой номер шесть, скажи нам честно, исправиться хочешь? Очень. За что сидишь? Вредные привычки есть? Кем хочешь стать, когда вырастешь? Следующий. Сколько классов закончил? Животных любишь? Шрам откуда? Следующий. Фух, ребята, я больше не могу. У меня реально эта травма, я никому из них не верю. Никому из них не верю. Всё, я подозреваю, что каждый меня обманывает. По характеру. Ну, да я же не экстрасенс, блин. Что ты сказал? Детектор лжи? Так, секундочку. А это идея. Эх, только был бы вот он у нас. Хотя, подождите. У нас же есть ржавец, точно. Так, секундочку. Ребята, небольшая пауза. Идите, отдыхайте, развлекайтесь. Мы вернёмся завтра. Всё, давайте. У нас есть небольшая идейка. А, стоп, стоп, блин, туда что-то неохота идти. Давайте подождём этого начальника. Так, ржавец. Значит, по твоим словам, это и есть детектор лжи. Так? Так. Ребята, я предлагаю сначала его протестировать. Ну, мало ли, как бы, он не работает. Получается, сюда надо вставать, да. Потом ржавец его подрубает. Мы спрашиваем вопросы. Детектор анализирует ответы испытуемого. И показывает, правда это или ложь. Вот, по словам ржавеца, так это и должно работать. Ну, ржавец, а он же безопасен, да? Он там, ну, мозги не сожжёт. Вот, сто процентов нормально. Окей. Кого же мы протестируем? Лизочка, ну, раз у вас такая самая, типа, дерзкая, то вперёд, пожалуйста. О, да не бойся. Ржавец, хорошо, что это безопасно. Да, ржавец? Так, ржавец, врубай. Так, врубай. О, всё, начался анализ. Так, 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 чтобы спросить. Ха, Лиза, это правда, что ты, доченька моя, пыталась убить своего отца? Так, 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 ну-ка. Правда? Нифига себе, работает. Так, чтобы ещё спросить. А, может быть, что-нибудь из времени, когда она дружила с маньяками? Ну, там, про маньяков, что-нибудь такое, или... Грошик! Только я задаю вопросы, Грошик! Так, нет, нет, автомат, не отвечай. Автомат, не отвечай. Ржавец, выруби его, пожалуйста. Просто... О, нет. Так, ладно, всё. Это ошибка, Грошик. Блин, зачем ты в лес-то? Всё, Лиза, всё. На сегодня закончено. С Лизой. Надо протестировать на каком-нибудь ещё. Так, кто хочет? Кто хочет? Полин, хочешь? Давай ты. Давай, давай ты ещё. Кто самый смелый? Окей. Так, чтобы спросить Полину. Так, его надо как-то перезагрузить. За это, да? Так, перезагружаю. Так. А, всё, анализ. Вопрос. Внимание. Что бы спросить у Полины? Хм... А, на этот раз надо протестировать, что будет, если ответ заведомо неверный. Полина, а это правда, что у тебя роборуки? Отвечай неправду. Так, так, так. Анализ идёт. Анализ идёт. Лоз. Смотрите. Смотрите. Срабатывает. Рилли. Видите? Он понял, что она лжёт, потому что у неё роборуки. Так. Глеб! 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 Полин, ну зачем ты... Полин, ну зачем ты отвечаешь-то, ё-моё? О, господи. Глеб. Сам виноват. Зачем спрашивал, а? Так. Да, походу автомат реально работает. Ну, давайте напоследок всё-таки удостоверимся, и я залезу сам. Хорошо, а то всё-таки детей, получается, под опыт подвёл, а вот сам отлыниву. Нет, я отец справедливый. Всё, давайте, задавайте свои вопросы. Я под анализом. Люблю ли я своих детей? Конечно! Больше жизни! Люблю больше всего на свете. О! Правда! Видали? Работает, работает. Так, ну ещё. Что? Что? В смысле? Что? Я не понял. Ну, в конце лета, может, там, ну, в августе, там, какому-нибудь, там. Ну, может, в сентябре. Да, да ё-моё, так. Знаете, всё, мне кажется, он всё-таки не совсем корректно работает. Он не всё знает. Так, всё, знаете, всё, хватит. Эксперимент признан успешным. Автомат работает как следует. Ржавец, давай, вызывай КамАЗы, надо отвезти его в колонию. Всё, всё, всё. Здрасте, вот мы привезли кое-чего. А где все заключённые? Их же тут было дофига вообще. Столовой? Ё-моё. Ну, давайте, приводите нас тех, которых вы нам приводили в прошлый раз. Мы их протестируем. Так, а что за вопросы им задавать, а? Варианты-то есть? Ну, просто не хочется их прям так долго опять расспрашивать. Что-нибудь такое самое простое, чтобы было очевидно. Они хорошие или нет? О, он уже бегут. Так, давайте, все строимся, дети. Встроимся, как в прошлый раз. Как в прошлый раз строимся в шеренгу. О, спасибо, Полин, за подсказку. Отличный вопрос. Так, построились? Ну, опять не можете построиться. Ну, по номерам же, ну, это же легко. Ладно, давайте. Шестёрка. Запрыгивай. Вот, ставь, ставь, прямо сюда. Не бойся, больно не будет. О, Господи, кто же сейчас так? Так, всё. Врубаем. Отлично. Итак, внимание. Вопрос. Ты хочешь исправиться и стать адекватным человеком? Да? Так, посмотрим. Понятно. Всё, в столовую иди. Иди покушай. Иди, иди покушай. Так, дальше. Может, ну, неадекватным, пусть хорошим. Так, следующий. Семёрка. Молодец. Считать умеешь. Так, ты хочешь исправиться и стать нормальным человеком? А? Правда хочешь? Ну, да. Правда. Поздравляю, поздравляю. Добро пожаловать. Так, давай к детям. Прямо сюда подходи. Так, следующий. Следующий. Дети, кто хочет поспрашивать, а? Кто хочет поспрашивать? Глеб. Ну, хватит тильтовать. Давай ты лучше развлекись. Поспрашивай. Ой. Так, давай, Полина, задавай вопрос. Так, девятый. Со шрамом. Такой страшный. Да, с виду. Интересно, вот он хороший или плохой всё-таки. Так, анализ. Анализ. Интересно. И... Бра? Нифига себе. Поздравляю. Давай к нашим. Вот, около Саши становись. Так, следующий. Десяточка. Кто будет спрашивать? Кто будет спрашивать? Грошик. Так, давайте Грошик спросят. Грошик, давай, спрашивай. Только разборчиво, пожалуйста. Ты поможешь сказать, как тебя зовут? Десятка. Десятка. Чирик. Чирик. Что в нашем лагере таких прозвищ не дают? Да Грошик! Блин. Так, не надо. Не надо отвечать. Давайте. Лиза, давай ты спрашивай. Ты точно хочешь исправиться и быть хорошим человеком? Так. Ну-ка, посмотрим. Ложь. Эх, не прокатило, не прокатило. Лучше иди там вкусняшки покушай в столовке. Так, следующие. Сколько еще осталось? Тут две десятки. Чего? Ох, ребята. В общем, давайте. Сейчас мы всех протестируем. А вы пока вот подумайте, сколько из них в итоге окажутся врунами. Ну что ж, поздравляю. Шесть человек ответили правду. Я думаю, раз вы искренне, то у нас с вами все получится. А нытика попрошу в столовку. Все, давайте нытики. Идите кушайте. Глеб. Глеб, ты-то куда? Блин, Глеб. Давай, ну хватит ты убиваться, е-мое. Полин, ну успокой ты его. Ну чего он рвет, блин, все места не находит. Ну согласен, хорошо. Так, начальник, все там. Этих своих, пожалуйста, забирай себе в столовку, а этих забираю я. Все, давайте, машите на своем, получается, лагере в последний раз. Я надеюсь. Потому что если будете себя плохо вести, то очень быстро сюда вернетесь. А пока что вас ожидает увлекательная проездка на нашем супертранспорте. А поедем мы вот на этом. Да, ребята, вот такие у нас тачки. И если исправитесь, станете нормальными людьми, то и у вас такие же будут. Все, давайте, запрыгивайте и погнали. Что же, господа. Прошлые постояльцы нашего лагеря строгого режима кончили очень плохо. Однако, если вы будете нас слушаться, то все будет отлично. Поэтому, ребята, разбиваемся на отряды по два человека. Итак, товарищи вожатые, шаг вперед. Где Саша? Блин, где Саша? Я думаю, вот как мы будем вас пишут детей, если... А, вот, вот, Саша, не пугай меня. Мы должны быть максимально ответственны. Все, ребята, разбиваемся. Это начало вашей новой жизни. Ну что, дорогие мои. Прошла неделя. Я на вас смотрю и нарадоваться не могу. Реально, за семь дней ни одного замечания ни у кого. Видите? Реально они стали на путь исправления. Молодцы, поздравляю. Что ж, как тогда я обещал. Значит, до обеда. У всех у вас... Сколько там? Два часа свободного времени. Занимайтесь чем хотите, только не сбегайте. Все, давай. Мы там с ребятами на футбол пойдем. Если хотите, давайте с нами. Все, погнали. Футбик, футбик. У-у-у. Блин, потрясающе, ребят. Я так ими горжусь. Мы ими... Чего? Подождите. А что такое? Футбол не хотите с нами? Сюрприз? А, сюрп... Я люблю сюрпризы. Пойдемте, пойдемте. А где сюрприз? Покажете? Так, у меня с собой только телефон. Можно я засниму, да? На телефон сюрприз. Ха, прикольно. Окей, идемте, идемте, идемте. Так, в яме сюрприз или где? За электробудку? Точно? Что-то у меня какое-то нехорошее присутствие. Да ладно, да, все, я приказ. Иду, иду, иду. Так, и что? И где? Ну, и где сюрприз? А? Сзади? А-а-а! Блин, спасибо, спасибо, ребята. И вам так приятно. Огромное вам спасибо. Ну, все, давайте, блин, сейчас сфоткаю. Ну-ка. Давайте, всех вас вместе. Так, вот сюда. Так, на телефончик. И салфачок сейчас зафигачим. Так. Всем привет, ребята! Все к лучшему! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok